Такие машины вы не увидите сразу. Мало того, вы не поймете, что в таких кузовах. А я вам расскажу. Здесь хранится кислород. И поэтому, ну подальше, владельцы масляных авто. Это, конечно, шутка, но с такими кислородовозами работают МАКТЕХГАЗ. А вот так отправляется заказчику кислород в баллонах. Здесь все, ребята, очень четко. Баллоны уложены и на каждом фиксатор. Это для тех, кто режет и варит. Да потому, что по-другому-то и никак. Металл сваривается с кислородом и им же режется. Это прекрасно понимают те, кто работает в больших условиях. А что насчет малых? Я просто вижу тех, кто на разварюхах таскает непотребные листы. Но если купить баллон-то, порезав металл за один заход, получится больше. А где купить такой баллон? Калибровщиков 27. Это очень хорошо, когда за вами стоит большое количество заводов Южного Урала. Дело в том, что вы же производите не только для Магнитогорска. У вас еще и потребление Челябинск, Новотроицк. Все эти дела, которые видят, что у вас все хорошо. Так ли это на самом деле? Да, действительно. Мы уже, можно сказать, пять лет на рынке. Ничего не изменилось. У нас все хорошо. Наши клиенты нами довольны. Это и Челябинский тракторный завод, и из Магнитогорска, и МЗМИ, и много других. То есть больших, крупных предприятий. Конечно, есть проблемы, ну а у кого их нет, но совместно мы их все решаем. А если мы поговорим о том, что я внимательно отношусь к вопросам металлургии в том числе. Если человек захотел, и он знает, где расположен металл, но никак не может достать себе кислород, можете вы ему помочь? Конечно, можем. В любое рабочее время пусть приезжает, обменивает баллоны, либо мы в его баллоны заправим кислород. Все. Это дело 20-30 минут. То есть если человек прекрасно понимает, что где-то расположен никому не нужный запас металлолома, его просто необходимо реализовать благодаря вашему кислороду? Абсолютно верно. Ну вот так все это заправляется. Если честно, зная газ, находиться рядом с этими устройствами было таки опасно. Но пришлось. Здесь, конечно, все очень строго и без курения. Таким образом газ заливается в баллоны, прочность которых многократно. Естественно, все баллоны до этого проходят самый тщательный контроль. И ни один косарез здесь рядом стоять не будет. И потому сразу отсюда и в бой. Ну а что касается баллонов с углекислотой? Ведь основная наша задача была показать вам, где все это разливается. Дело-то в чем заключается? Очень часто, да даже чаще, чем приходится, передо мной, кляняв всех и вся, жестянщики основные рассказами о недальновидности руководства показывают мертвые баллоны с углекислотой. Но я-то знаю, где-то есть и в огромных количествах. Да здесь есть накалибровщик в 27. Вы знаете, я вот часто проезжаю по различным сервисам города Магнитогорска и часто опять сталкиваюсь с такой проблемкой. То, что люди, которые занимаются ремонтом, задают мне вопрос, а где же все-таки найти углекислоту? Я им говорю, ну попробуйте поискать пивники, которые углекислотой занимаются. Но, по-моему, у вас это все-таки интереснее и правильнее. Все так. У нас углекислота всегда есть в наличии. Мы готовим также сварочные смеси на углекислоте, на основе углекислота, азот. И только вот, если человек хочет просто взять углекислоту, у нас это всегда есть. А как к вам приехать-то проще? Ну, наш адрес Калибровщиков 27. Доехать это можно в Магнитогорск грузовой. Его проезжать, и там за вторым железнодорожным переездом находится наша организация. Вот скажите, пожалуйста, вот правильно, сколько вы готовы выпустить углекислоты? Так, ну это все зависит все-таки от объема, от заказчиков. Но у нас где-то порядка 300-400 баллонов в неделю. Это как минимум. То есть вы готовы 300-400 человек просто обеспечить, оказывается, углекислотой? Да, это все реально. Вот из таких баллонов и разливается углекислород. Опять-таки, только здесь, в тех количествах, которых хватает и на пивососов, и на сварку. Честно, как пиворазливочная станция, а был у нас и такой метод работы, я скажу. Пиво качественное разливается под собственным давлением. А то, что разливается с газом, это для тех, кто не понимает вкус к пиву. Но людей со вкусом у нас мало, так что для других – газ. А то, для чего жестянщики плачут, умирая над каждым днем без газа – вот оно. То есть человеку ответственному надо понять. Если жесть молчит – вот вам газ. И количество автотранспорта увеличивается. А то мне лично непонятно, как, сдав свой автомобиль на перекраску двух деталей, у меня стыбрили молдинг, и машина второй месяц не покрашена.